увидеть своими глазами. А форум независимых театров «Площадка», о котором мы дальше расскажем, уже закончился. Он проходил в Петербурге с 21 по 29 октября. Но остались впечатления. А у нас есть Олеся Пушкина, которая может рассказать о спектаклях форума и о том, как современный независимый театр формирует театральную повестку города. Петербург – признанный лидер по количеству независимых театров. Тех театров, которые существуют без постоянной государственной поддержки на собственные средства, гранты и дотации. Сегодня в городе около 30 независимых театральных коллективов, ищущих новый театральный язык. Форум-площадка третий год подряд собирают в своей афиши спектакли именно таких театров, где зрителю предлагается рискнуть и выйти из комфортной зоны мягкого кресла в темном зале и переместиться в неожиданное, непривычное театральное пространство, например, на танцпол. Перед вами технотеатр, отвечающий за вечеринку в честь открытия форума. Всего же в программе более 40 событий, среди которых показы Новосибирского экспериментального театра «Ля Пушкин», абьюз опера Петербургского театра «На вынос» на территории заброшенного завода, спектакль «Сири», в главной роли виртуальный помощник из вашего телефона, парная психологическая игра «Квестченинг. Кто ты?» и междисциплинарная лаборатория «Человек-среда обитания» режиссера Семена Александровского, цель которой – понять, что же такое современное мышление. Это возможность что-то поискать, действительно позволить себе тот самый поиск, который театру необходим. Но контекст репертуарного театра – это очень большая ответственность. Лаборатория – это такая территория, в которой ответственность минимизируется и возможности раскрываются. Была открытая анкета, и любой желающий мог подать заявку, написать свой интерес, описать себя. И это 26 индивидуальных микроспектаклей. Более того, это спектакль для одного зрителя, что я очень люблю, это очень интимная личная встреча. Современный театр, вроде бы, это театр, который происходит сейчас. Но форма, в которой он организован, придумана в 16 веке. Темный зал, освещенная сцена, люди в темноте смотрят на некоторое действие, которое происходит на приподнятой сцене, и оно выделено светом. А правильно ли это? А должно ли быть так? А может быть, это уже не очень правильно, не очень современно? Может быть, мне сегодня для того, чтобы вести вот этот диалог, нужна какая-то другая платформа, более демократичная, ровная? Может быть, я не хочу сидеть среди 150 или 1500 людей в темном пространстве? Может быть, я хочу один на один встретиться с художником? Зачем мы это делаем? Прежде всего, чтобы зрители, люди, общество узнавали, что театр может быть разным, что театр, в общем-то, свободен от стереотипов. Это первое и главное. Но также мы и занимаемся непосредственно поддержкой независимых проектов, которые нам нравятся. Разножанровость поддерживает многообразие площадок, на которых проходили спектакли форума «Территория заброшенного завода» или катакомбы Петрикирхи. Здесь в 60-е годы в Ленинграде располагался один из самых больших в городе бассейнов. Пост-ирония в том, что именно здесь проходил спектакль «Снегурочка». Все помнят, как в финале героиня народной сказки тает. 300 килограммов льда, живые рыбы, музыка Александра Монацкого, где партия скрипки и шуршащего пакета равнозначна по своему значению. «Снегурочка» Елены Павловой уже после показа на форуме номинирована на высшую театральную премию «Золотая маска». Полные залы молодых и дерзких, непонимание и настороженность взрослой публики, отсутствие правил как главное правило. Все это форум-площадка, на котором поколение миллениалов заново переоткрывает старое доброе чеховское. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего ей нужно.